Привет, мои дорогие девочки! Ну и мальчики тоже! Вы знаете, что у меня сейчас пришла такая идея? Спасибо за ваши просмотры, комментарии, лайки. И я не обижаюсь на тех, кто ко мне плохо относится. Можете не смотреть мои видео, можете отписываться. И Бог вам помощь, как говорится. А для тех, кому интересно я, только я, моя жизнь, и не заморачиваются на всех мелочах, я хочу чем-то поделиться лайфхаком. Я его увидела случайно в интернете, да, в интернете, все в интернете. Знаете, какой лайфхак? Бархатных ресниц, больших, огромных. Вот я сейчас специально нанесла только первый слой туши нужно и дала высохнуть ей, чтобы не тратить время с вами, да. Будем сначала работать с верхними ресничками. Видите, я вообще ничем не накрашена, абсолютно ничем. И вообще визажисты начинают работать с глаз. Они наносят тональник, там бронзу. Очень много видео посмотрела в последнее время. Хайластеры. Господи, Боже мой, не могу выговорить. Вот я смотрю на зеркало, поэтому и разговариваю с вами. Я же не вижу в камеру там, вы сами понимаете. И я решила, эффект накладных ресниц у вас получится. И посмотрим, что из этого получится. Делаю с вами. Первые. Все мысли разбежались, убежали. Наносим первый слой и даем высохнуть. Видите, оно уже высохло. Затем что мы берем? Вам понадобится пудра. У меня пудра 100-летняя. И вот тональный. Так как тональный я не пользуюсь, у меня только биби-крем. Попробуем с помощью биби-крема. И смотрите, мы что делаем? Берем вот чуть-чуть, да? И что делаем? Наши, я буду так держать, да? Наши реснички пальчиком-пальчиком обмазываем в этот биби-крем. В этот тональник, может быть, да, у вас. Вот смотрите, сколько много, даже на эту сторону хватит. У нас так все спокойно, слава Богу. Живем спокойно. И верим, что будет все спокойно. Где-то что-то трясет мимо нас. Но уже поменьше стали толчки, я знаю. Сейчас на другие страны мира. Точно не у нас. Так, смотрите, мои дорогие. Еще может добавить, да? Видите, как биби-крем очень много. Следующий этап. Так, я знаете, что делаю? Свою пчелку, чтобы она не лезла, не мешала. Видите, натурально перед вами. Как мама родила. Так, следующий этап. Как интересно вообще. Не знаю, получится у меня так же, как у той девушки, которая. Так, берем пудру. Пудру берем. У меня пудра L'Oreal. Я, в принципе, ей не очень редко пользуюсь. И что мы делаем, мои дорогие? Мы сейчас будем пудрить наши реснички. Здесь вы видите, да? Я так стараюсь поближе к вам. Естественно, оно должно все просохнуть. Видите, я не вижу так, в принципе, когда. Когда смотрю в камеру, я не вижу, как я крашу. А я должна хорошо все, чтобы у меня получилось. Не так ли? Так, ну, как-то так. Сейчас еще раз добавлю, как интересно. Вот решила с вами вместе попробовать. Ресницы накладывать я не хочу, потому что мне это разонравилось. Я так себя прекрасно чувствую без них. Вот губы, губы это прекрасно, смотрите. Смотрите, губки у меня розовенькие. В апреле будет год, пигмент остался. Вот это вот можно губки сделать перманент. Выщипывала брови себе и выщипывала не то, что надо. Так, смотрите. Ну что, мои дорогие? Вроде бы, вроде бы я их всех припудрила. Сейчас что мы делаем? Все очень просто. Берем тушь. Я вот показывала вам или нет. Так показывают профессионалы. Новая тушь очень хорошая. Кисточка такая. Красивая. Иди. Красивая. Как красим? Наши реснички красим со всех сторон. Прокрашиваем их. Прокрашиваем, прокрашиваем. Сверху можно. Снизу. Вот люди, что они придумывают. И хорошо, что есть этот тикток, где всему можно научиться. Многие говорят, что не только танцульки там ерунда. Есть и тоже полезные советы. Особенно в мире макияжа, косметики. Так, ну смотрите. Видно эффект, да? Видите в ней или нет? Я не делала подводку, не красила. Почему? Когда мы красим ресницы, приоткрываем рот. Закрытым как-то неудобно, да? Вот так их по всей этой и потом вот так. Вот эта девушка там так долго красила, так долго прокрашивала каждую. Ну как вам эффект? Так, оставим. Пускай она подсохнет чуть-чуть, правильно? Сейчас на другой глаз. Долгое будет видео такое. Ну а что делать? Это все естественное и натуральное. У нас погода, знаете, похолодала. Непонятно почему. Ветер такой несколько дней. Я сегодня иду на зумбу, попрыгая. Смотрите. И теперь я накрашу нижние. Чуть-чуть. Не хочу сейчас, как у коровы, чтобы было. Ой, девчонки, посмотрите, какие ресницы у меня появились. Сейчас мы и другой кисточкой их подправим. Я приловчилась. Вы представляете, если бы у меня был линер? Ну, в принципе, не хочу сейчас, потому что его потом на зумбу... На зумбе мокрая, как курица становлюсь, да? Видите, как получается. Как интересно. Так, вот эту сейчас кисточку я уберу. Тушь. У меня есть... Хорошо, что я не выбросила. Есть такая тушь. И в руше. И у нее очень хорошая кисточка. Она как раз вот именно расчесывает. И я приловчилась. Та такая удлиняет, а эта бархатит. Видите? Какие у меня получились ресницы охрененные. Извини, я плохое слово сказала. Простите меня, мои дорогие. Именно вот так долго-долго она их накрашивала. Ой, девчонки. Какие у меня ресницы. Я аж мне в жар бросила. Вы понимаете? А один раз как-то, как-то вы мне говорили. Светлана, покажи, как ты красишься. Плюс в чем? Не надо денег тратить бюджетно. Ресницы покупать. Деньги нужно. Смотрите, какие у меня ресницы. Мои дорогие. Теперь что делаем? Бровки, да? Бровки надо подкрасить. Такой у меня карандаш есть. Классный я купила в последнее время. Надеюсь, он хорошо поточен. И вот так вот, да? Волосики, волосики. Не то, что там хорошо. В принципе, вот так можно тоже. Контур. И вот так вот. Волосики, волосики. Так, видите? Здесь так нижнее чуть-чуть. Это красное мне, я повыдергивала брови. Так, мне нравится моя стрижка. И мне тоже, я опубликовала. Такая уже у меня есть, да? Подводка для бровей. Правда, она заканчивается лореал. Но все равно есть. Мы ее здесь, знаете, как нанесем? Сюда. В принципе, неплохо было бы сделать перманент. Бровей тоже не мучиться. Ну, что есть, то есть. Так, теперь, теперь, мои дорогие. Теперь, все-таки я сделаю биби. Он такой классный. Он такой, знаете, нежный. Его надо... Вот такой биби. У меня гарнир. Он мне очень нравится. Вот именно. Смотрите, сейчас мои покрасневшие глазки. Он все замазывает. Такой нежная структура у него, мягкая. Еще надо. Так, на лобик. Чуть-чуть. Я делаю чуть-чуть. Ну, ресницы, смотрите, как у корова. Сейчас же Али, почему я не сделала подводку. Было бы вообще. Но я же не иду в ресторан, да? Сейчас у меня встреча с бизнес-партнерами. Должна быть красивая. На камеру. Должна быть красивая. Я же митер. Кстати, моя валюта, которую я купила, растет. Сыня то падает, то растет, то падает, то растет. Но я купила ее надолго. Не собираюсь. Потому что инвестиции, я понимаю, осознанно, это не трейдинг. Сегодня положила, а завтра. Я же копейки кладу, а оно должно вырасти в миллионы. Если бы я там миллион долларов положила бы сразу, тогда бы нужно было смотреть. А тут инвестировала чуть-чуть, да. Ой, какой приятный этот крем. Я вам просто рекомендую. Ой, лицо сразу. У меня же и сыворотка нанесла. Смотрите. Надо пунчик, пунчик купить тоже. Такой-то он делает. Так, и халайтер. Ну, халайтер у меня, смотрите, для бровок, для бровок. Есть такой карандаш, тоже Евруши. Он делает что? Вот так надо подвести подводку под бровями. И они будут светиться. Видите ли вы, как они светятся, сверкают? Вот. Видите? Так, теперь что мы делаем с вами? Мой макияж. Нам не хватает румяны. Румяна у меня двух видов. Есть розового цвета. Сейчас покажу вам. Это от Maybelline. Maybelline заканчивается. Есть у меня, ну, не знаю, и в Роше, по-моему, не вижу кожу. Но я в последнее время, мне девочки сказали, мои подружки, что нужно красить розовый. Коричневый не надо носить. Хотя я раньше любила коричневый. Розовый он придает сияние молодости лицу. И сразу смотрите, да, какая это получается. И что, и где? Здесь можно? Здесь. Видите, как засияла я. Тут бронзером надо, но не хочу бронзером, да. Я такой домашний легкий макияжик делаю. Сейчас на красном буду красным. Так, вот смотрите. Так, еще что я делаю? Девчонки мне научили. У меня такая палетка есть. Тут у меня есть такой вот, смотрите, светлый. И мы что делаем? Сверкаем чуть-чуть. И вот так, смотрите. Видите? Она дает такой блеск. Его можно на кончик носа и вот здесь. Так, и теперь мы что с вами сделаем? Губки накрасим. Я хочу, почему не хочу. Не взяла я эту. Ну и пудру, да, чуть-чуть. Так. Пудру, видите, вообще вся, для вас все использовала. Ресницы так чувствую, да? Так, ладно, с этим разберемся. Теперь я хочу губы. Мне моя подружка подарила. А, кстати, брови можно смазать вот таким гелем. Вот. И они будут такой, видите, у них естественный. Вообще вот так надо их делать. Раз. Два. И это я тоже видел. Видите, чтобы они такие лохматые были. Вы видите? Во. Не надо зализывать их, замазывать. А вот такие должны они быть. Так, мои дорогие. Ну, преобразилось, да, чуть-чуть? Так, и еще что, еще что. Какой мне надо красить тон? Мне что-то хочется вот навстречу. Такой цвет. Сейчас я этим и займусь. Сделаем контур. Сейчас, знаете, как контур делаю? Вот здесь вот круглую такую. Так. Контур нанесли. Все нанесли. А какой мне оттенок взять? Так. Возьмем, знаете, какой все-таки оттенок? Такой розный этот. Увидите. Я хотела показать вам мои ресницы. Видите? Как есть изменения? Скажите. Все, мои друзья. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Будем с вами молодеть, красиветь, богатеть. И быть счастливыми. Ведь мы родились для этого.